Современная подготовка к беременности включает в себя несколько этапов. В первую очередь, конечно же, женщина должна обратиться к гинекологу. Она должна прийти на приём, специалист проведёт с ней беседу. Желательно, конечно же, прийти даже с партнёром, это всегда приветствуется. Переход с партнёром позволит найти взаимный контакт между парой и позволит специалисту более глубоко изучить их проблему, и, если она есть, и подготовить их к будущей беременности, к будущим родам. Специалист на первых этапах, познакомившись с парой, проведёт обследование, выявит какие-либо патологии, проблемы в семье. Если необходимо, назначат консультации смежных специалистов, потому как существует ряд заболеваний, при которых ведение беременности необходимо не только в условиях женской консультации, но и в более специализированных центрах. Если мы берём, например, обычную беременность, обычную нормальную беременность, как к ней подготовиться? Первое, нужно сформировать образ жизни. Если он до этого не был сформирован здоровым образом, в таком случае необходимо его кардинально изменить. Отказ от курения, отказ от алкоголя, отказ от приёма каких-либо препаратов, которые могут негативно влиять на период беременности, всё это вам подскажет специалист. Также необходимо контролировать вес. Как избыточный вес, так и недостаток веса также влияет на течение и исход беременности. Существует ряд определённых патологий, которые могут привести к определённым заболеваниям во время беременности, могут привести к определённым проблемам во время родов и в послеродовом периоде. Поэтому вес нужно корректировать до беременности, дабы беременность протекала успешно. Третьим моментом является обследование пары на урогенитальные и торчинфекции. Если их не выявить на ранних этапах или если им заболеть во время беременности, могут привести к внутриутробной задержке развития плода, к порокам развития плода, аномалиям развития, к внутриутробной гибели плода, ну и к другим осложнениям во время беременности и родов. Проходится ряд обследований, специалист назначает, если организм женщины не встречался с этими инфекциями, можно пройти вакцинацию за несколько месяцев до планируемой беременности. В таком случае во время беременности ряд инфекций ей уже не грозит. Очень важным моментом является витаминотерапия. Я считаю, что лучшими витаминами являются продукты, правильные продукты питания, то есть это рыба, овощи, мясо, то есть те витамины, которые можем получить из продуктов. Но прием фолиевой кислоты в дозе 400 микрограмм за три месяца до беременности и первые три месяца беременности на 72% снижает порогов развития дефектов нервной трубки у плода. Это такие аномалии, в результате которых может формироваться спинобифида, проблемы гидроцефалии у плода и другие аномалии развития, которые можно предупредить. Зачастую женщина о том, что она беременна, она узнаёт на пятой, шестой неделе беременности, то есть а пять недель уже прошли, когда активно формируется, происходит закладка основных органов и систем, то есть они уже произошли. Поэтому происходит и в этих сроках, и происходят зачастую пять, шесть недель, семь, девять недель, происходят замершие беременности, происходят выкидыши преждевременные. По статистике 50-70% это из-за генетических аномалий, неправильной закладки органов и из-за хронических каких-либо инфекций. Вот для этого, собственно говоря, и необходима прегравидарная подготовка, для того, чтобы женщина осознанно, спокойно смогла спланировать беременность, смогла к ней подготовиться, знала, что её может ожидать. Тогда происходит меньшая нагрузка на организм, меньше стрессовых факторов, то есть это не является для неё неожиданностью, потому что зачастую для женщины это является, для кого-то это приятная неожиданность, но приятная неожиданность – это тоже стресс. Она считает, что у неё всё хорошо, приходит на приём, а там выясняется, что у неё куча сопутствующей патологии, много проблем, которые нужно лечить, заниматься. Организм работает во время беременности за двоих. Все проблемы, которые у нас были скрытыми и латентными, то есть они начинают выплывать. И таким образом приходится тогда прибегать и говорить женщине, я была здоровой до беременности, а выясняется, что не совсем здоровой. Поэтому для того, чтобы не было таких неприятных неожиданностей, беременность нужно планировать. В современном мире сейчас уделяется внимание медицине профилактической. Мы должны в первую очередь профилактировать заболевания, а не уже лечить. Таким образом, при современных методах обследования, при современных возможностях врачей и осведомлённости населения, интеллектуальном уровне, заботе о себе, о своей внешности, о здоровье, о здоровье будущего потомства, нации, все в целом, необходимо беременность планировать. Это правильно. Поэтому я желаю, чтобы, спланируя беременность, беременность будет протекать успешно, она закончится успешными нормальными родами и здоровым счастливым ребёнком.